Это нарциссическое логово. И сейчас я у ребят спрошу, что они думают о нарциссах. Возможно, они ими являются. Ребят, вы себя считаете нарциссами? Еще раз, еще раз. Себя считаете нарциссами? Себя не барика, может, я считаю, что я нарцисс? А ты считаешь себя нарциссами? Ну, немножко, может быть. Ты считаешь себя нарциссикой? Немножко, может быть. А вы уверены в себе, молодой человек? Да, конечно. А считаете, что нарциссы не уверены в себе или уверены? Хороший вопрос, без понятия, если честно. Я больше думаю, что они, скорее всего, больше не уверены, чем... Я думаю, они из крайности в другую крайность просто ушли. А у вас были отношения с нарциссически расстроенным человеком? Да, были. Были? Были. И как вы справлялись? Никак, я просто осознал это ближе к концу. А Red Flag сможете увидеть сразу? Да, конечно. Какие Red Flag? Человек может стоять у зеркала больше, чем... Ну, мы сейчас стоим тоже около зеркала. Нет, это другой момент. А говорят, что мужчины, которые ходят в спортзал, они нарциссически расстроены. Это правда? Нет, не правда. Нарциссически расстроены? Да. Абсолютно неправда. То есть вы себя нарциссом не считаете? Конечно, нет. Нет. А кто такие нарциссы для вас? Нарциссы у вас спереди. Мне сказали, что вы нарцисс. Это правда? Я? На самом деле, нарцисс ли я? Я думаю, в какой-то степени да, но у меня он не совсем сильно привилегирует, потому что я очень сильно самокритичен к себе и очень сильно judge myself, что значит сужу себя очень строго. Мне кажется, нарциссы, они не сильно себя судят, у них все в порядке, и они считают, что все кто-то неправы, а у меня маленечко другой оппозит. Поэтому нарциссизм только в том, что типа, блин, некрасиво до конца выгляжу, недостаточно и на. Да, может быть, с какой-то такой степени. Но нарцисс ли я? Я думаю, нет. Кто такие нарциссы для вас? Нарциссы – это самовлюбленные, красивущие, порой внешне, порой даже не очень, но они настолько уверены в себе, что, наверное, этот нарциссизм в какой-то степени тебя цепляет. И нарциссы, наверное, с ними прикольно до поры до времени, пока ты в них не втюришься. Потому что если ты втюриваешься и отдаешь какое-то значимое отношение к ним, то тебя начинает это дешоить. Вы сталкивались с Тарциссом? Я думаю, нет. Только если себя в своем альтер-эго, когда я выхожу куда-то out в целом. Нам некогда мы пошли попку качать. Самооценка и самооценность – разница в том, что самооценка, даже если ты посмотришь на это слово, это самооценивание. Ты оцениваешь себя относительно того, что происходит вокруг тебя в мире. Относительно других людей чаще всего, конечно. Поэтому самооценка, в принципе, это херовая тема, потому что ты… Потому что если она у тебя низкая, то ты себя оцениваешь ниже соседа. А если она у тебя высокая, то ты соседа оцениваешь ниже, чем ты. А самооценность – это ты себя ценишь. И ты не оцениваешь себя, а ты себя ощущаешь как бы из центра. Вот так это объяснило. Ну, то есть… Вот психологи говорят, что да, от мамы и от папы как бы это все исход привязывают. Ну, от мамы и от папы у нас исходит, конечно же, сценарий, да, и все на свете, нахрен. Поэтому, ну что, если у тебя была хорошая мама и как бы сложный папа, то у тебя в этом месте самооценность, а там самооценка. Если наоборот, то наоборот. Нет, мне кажется, это просто вообще не привязанное к родителям уже понятие. Слушай, и ты думаешь, вот наша тема любимая про нарциссов, я хочу раскрыть ее. И ты думаешь, что из-за того, что хромает самооценка и самоценность все вместе притягиваешь нарциссов. То есть я понимаю, что это не любовь к себе, когда ты притягиваешь вот этих нарциссов, которые тебе хотят прям вытащить из тебя самоуважение, любовь к себе и так далее. Ну не знаю, я бы все-таки пока сепарированно оценивала эти штуки, просто потому что нарциссов ты притягиваешь, потому что это твой сценарий. Вот у тебя заложено, что именно вот тебя где-то любили за то, насколько ты была хорошая, насколько там ты там, я не знаю, удачливая. Ну короче, вот эти вот все оценочные позиции вот у тебя в детстве были, если такие, то ты как бы у тебя в сценарии дальше искать эту оценку. А нарциссы это как раз про то, что они тебя постоянно оценивают. Постоянно манипулируют. А, да, они же постоянно оценивают. А так у тебя, правда, как так у тебя самооценка хромает, нестабильная, ты начинаешь попадать на его крючки. Да, да, потому что здесь тебя похвалили отманипулировала, а здесь сказали недоработывай, и ты такая... Попадаешь на эти качели, потому что сначала ты зависим становишься. Похвалили, и ты такая, ай, ну класс, класс, наконец-таки я вот это удобный. А потом унизили, уничтожили, не так что-то сделал, и ты начинаешь в качели впадать, в итоге психоз развивается. Ну да. Сколько раз у тебя нарциссы попадали в жизнь? Всегда. Ты просто любишь, да? Ну да, конечно. И как ты справлялась с выходом из этого сценария? По-разному сейчас вот пытаюсь справиться из глубинных методов. Ну то есть посмотреть всё-таки на сценарий и его уже прорабатывать. А не какая-то... Есть же тема про стратегическую психологию, и есть тема про глубинную. Вот стратегическая — это про то, что типа я вижу, что это сценарий, и я такая типа, нет, я больше так делать не буду, я туда не пойду. Я иду в анти-сценарий, и чем он заканчивается? Идеальным сценарием я и нарцисс. Короче, ты хочешь наебать систему? Да, но ты не можешь её наебать, потому что ты как бы... Ты внутри так сложен. А про глубину... Ну как ты сейчас... Вот ты столько прорабатываешь, и психолога, и так далее берёшь. Существуют же вот эти red flags, которые изначально можно предупредить. Да, конечно. С этот свой сценарий. У тебя всё равно выбор есть. Ты распознаешь, ты распознаешь. Везде, конечно, это твои триггеры. Вот то, где у тебя есть эмоции, триггер — это и хорошо, и плохо. Ну типа там, где у тебя возникает влюблённость, это триггер, это red flag. Так, если у тебя... Ну короче, везде, где у тебя начинается, да, вот это вот состояние разбалансировки эмоций, это везде можно распознанно назвать. То есть, чтобы понять вот эти красные флажки, когда ты... Не знаю, предположим, мы идём на свидание с чуваком, первый раз видимся с ним. Надо обращать, как я понимаю, что надо обращать на ощущения самое главное. Потому что всё мы считать не можем, а вот ощущения свои можем считать. Да, конечно. Вот, то есть то, о чём ты говоришь, это, ну, про вот эти условно бабочки в животе, да? Даже бабочки в животе, но как бы это означает, что ваши травмы вот так вот сошлись. То есть когда ты excited, это значит травмы сошлись. Да, это означает, что вот это прям вот твой идеальный сценарий. Окей. Тогда получается, какие идеальные отношения, когда просто всё безвкусно? Вы встретились такие... Нет, это... Здравствуйте, Володенька, у вас вот, да, у вас такой доход меня устраивает. Это рационализация. А как вы тогда, мы должны встретиться и что? Ну, мы вроде как подходим. Тебя должно быть ощущение... Материнства, комфорта, материнства, нет, комфорта, ну, то есть душевный комфорт. Ну, тебе просто, знаешь, очень сложно объяснить это, если ты не пытаешься, в принципе, глобально проработать эти сценарии и прийти в это состояние спокойствия. Потому что, если ты в этих сценариях живёшь, то, конечно, у тебя типа, окей, если тут у меня, значит, бабочки в животе, то я пойду вот туда. А это антисценарий получается. И ты понимаешь, когда... Идём туда. Не знаю, куда. Да. Когда ты этот антисценарий начинаешь проигрывать, ты хочешь, не хочешь, из него этот сценарий свой сделаешь. У меня, ну, как бы, вот реально просто заканчиваются любые отношения так, что я понимаю, что я сама делаю... Ты вытаскиваешь человека, этого нарцисса. Так, смотри, иначе тебе нравится эта игра, а? Что ты ждёшь? Ты ждёшь, что ты, наконец-таки, когда-нибудь победишь этого нарцисса, раскроешь его, уличишь в этом? Ну, раньше, да. Ты, может быть, играешь в спасателя, получается? Хочешь его спасти от этого нарциссизма? Или как? Нет, нет. Это путь в никуда. Нет, это нормально, когда ты для человека самый прекрасный. Другое дело, какой у тебя вот путь туда. И спокойствие, и состояние, или вот из этого сопротивления и доказывания. Ну, ты доказываешь, получается. Ну, и сейчас мне уже надоело. Сейчас уже не хочу доказывать. В какой момент тебе надоел? Когда я пришла в конце своих последних очень важных отношений в ту же точку, что и предыдущие очень важные отношения. Я поняла, что я даже, несмотря на то, что мне казалось, что я иду совсем другим путём, я поняла, что было всё под копирку. Мне просто это уже надоело. Я думаю, блин, ну если жизнь уже столько раз показала, что здесь лежит моя проблема, надо её признать, блядь. Ладно, как ты думаешь, как ты будешь действовать в следующий раз? Давай предположим, вот ты встречаешь опять какого-нибудь типичного нарцисса. Во-первых, первый вопрос, как ты думаешь, ты его распознаешь? Да. По каким признакам ты его распознаешь? Блин. Ну, на самом деле, конечно, это сложно. Ну, возможно. Надо повзаимодействовать, да. Ну, от ощущений? Да, на самом деле, да, конечно, видно. Ну, как бы, когда человек больше эгоцентричен. Да, в общем, ну, на самом деле, блин, даже, в принципе, нарцисс это не, как это, не конечный диагноз. Смысл же в том, что если человек осознаёт, что он, ну, типа, нарцисс, это тот, который не разрешает себе эмоций, не хочет их испытывать, закрывает их глубоко, и поэтому, типа, как будто бы их не может испытывать. Ну, если он признается сам себе и скажет, что да, и у меня есть чувства, эмоции, они могут быть неудобные, я могу быть слабым перед каким-то человеком, что такое, ну, как бы, начнёт в эту сторону двигаться, и это прикольно. Ну, а как насчёт, мы же все отчасти нарциссы в плане, там, типа, мы все хотим и тщеславия, и все чуточку по-своему нарциссические. То есть, получается, надо просто разделять психо-нарцисс, да? Ну, как их тогда разделять? Ну, по факту, реально все нарциссы. Что значит для тебя нарцисс? Вот мужчина, да, сделаем. Что это для тебя, нарцисс-мужчина? Нарцисс-мужчина. Который не просто, как вот я человек, который я хочу, чтобы меня все любили, восхищались мной. Такое типичное, стандартное. Типичное, стандартное. Вообще, все абсолютно люди мечтают о том, чтобы их любили, чтобы они были значимыми, желанными. Другое дело, за счёт чего этот человек достигает? Ну, типа, слышит ли он эмоции соседа в этом процессе? Вот я слышу, что у тебя сейчас сердце, кажется. То есть, ты не нарциссика. Может, это паузу сделаем? Ты не нарциссика, но мы сейчас чуть-чуть дойдём. Вот эта точка. Попроще бы Хайкуэ. Точка, вот она. У нас только Бруно вон в порядке. Ну да. Ну, сейчас даже если раскладывать нарциссу, он точно так же мечтает быть любимым. Просто добивается этого через, ну, типа, он сам в глубине жертвы. Но за счёт того, что он закрывает эту свою слабость, эмоции, их себе не признаёт, он становится тупо агрессором в момент. Делает эту жертву из себя. Так что, красиво. Какой у тебя совет? Когда перестаёшь внутри себя прочувствовать эту жертву, то люди вокруг перестают её в тебе видеть. И те же самые нарциссы, ну, как бы, моя идеальная картинка мира, что они перестают бояться открывать эти эмоции перед тобой. И человек перестаёт просто быть в отношениях с тобой нарциссом. Вот и всё. Ну, то есть, тот же самый абьюз. Я могу, блин, назвать какого-то человека абьюзером, а кто-то другой скажет, да он никогда в жизни со мной плохо не поступал, он никогда не абьюзер. Почему? Потому что разные вот эти вот сценарии. Мой сценарий был про абьюза. И тебе человек давал то, что ты хотела по факту, грубо говоря. Да, мы это достаем из людей, поэтому как только мы приходим к точке, в которой мы не являемся ни жертвой. На солнце встань, и всё едет. О, лоб так. Не жертвой, не тираном, не играем в эти треугольники Карпмана. Люди становятся вокруг двух нормальными. Да? Брун, давай с тобой посузнёмся. Слушай, про нормальных людей я сейчас не здесь сказала. Не здесь. Это обсерваторий. Это тетя, это я сказала. Ну чё, пойдём, Брун, ты ещё не умер? Ты говоришь, если нарцисс признается в любви, то он перестанет быть нарциссом, да ты? Ты сказала, правильно? Поверденько, поверденько. Да, да. Да, а я говорю... Если он признает эмоции. А я говорю, что нет. Вот у меня был пример нарцисса, просто клинического, которого психолог установил, что он нарцисс, ему же причём. Мы встречались, я переехала в Лос-Анджелес, мы встречались несколько лет, потом пару лет, типа. Потом я переехала в Лос-Анджелес. Через полтора года он приехал, назначил мне свидание. Так. Сейчас лучше вот так вот. Так. Он назначил мне... Задом пойдём? Да, пойдём задом. Пойдём, грань, задом. Думаю, подальше открой, пожалуйста. Короче, через полтора года он назначил мне свидание. Так. Мы встретились, чтобы ты понимала, в этот момент он приехал с девушкой, мне не сказал, что он с девушкой приехал, а стал ввел её в отеле. И потом говорит мне, ну вот, Кристин, я хожу уже полтора года к психологу, типа полтора года хожу к психологу и не знаю, что... И мне психолог посоветовал с тобой встретиться, потому что... Попросить прощения, надеюсь. Блин, ну это твой сценарий. Мой сценарий был, что он говорит, полтора года к психологу хожу, он сказал, что, может быть, в иллюзии ты живёшь... Бум, без имён. Вот, в иллюзии ты живёшь. Поедь с ней встретиться. Ага. И вот он встретился со мной, и он говорит, вот, я до сих пор тебя люблю, я чувствую всё то же самое. И мы реально шутили, так прикалывались, как будто бы вчера виделись, знаешь, как будто бы не было этих полутора лет. Но... В тот же момент он мне говорит, Кристин, ну я сам осознаю, что я нарцисс. Мы расстались, потому что у нас было созависимое отношение, мы друг друга раскачивали. Возможно, я просто тоже была нарциссикой с ним, знала, как это. Короче, да, мы играли в эти треугольники Кармана по кругу и качали-раскачивали, что мы потом сами уже не хотели ничего. Вот. Я к чему? И он говорит, вот, я бы хотела с тобой быть, но я понимаю, что я ничего не могу дать тебе. Я не могу ничего тебе дать. Просто я осознаю свою патологию, скажем так. То через три месяца у нас будет всё то же самое. Поэтому я лучше пойду к чувихе, который он спит и ждёт меня верно в отеле. И согласна на вот это, на всё. То есть он же понимает, что если бы я пришла, то есть бы он вернулся в отель после того, как он с какой-то бывшей встретился, меня бы в отеле уже не было, понимаешь? А там он приходит в отель, девчонка его дожидается. Я потом его через два года увидела уже в Вашингтоне, и он был с ней же. Всё прекрасно сейчас купили, дом и так далее, понимаешь? Вот, я к чему? Ну, признался он в чувствах, но от этого он не становится менее нарциссическим, чем он был до этого. Понимаешь, он идёт всё равно в обман. Я же сказала, что не только признаться в чувствах, но ещё и, в принципе, двигаться в направлении того, чтобы, ну, как бы осознавая свой сценарий проблем, на ней работать. Потому что, ну, реально, если это болезнь, то ты не можешь ничего с ним делать. Есть такое? Или ты не веришь в то, что нет ни за чего? Есть, наверное, но это точно не те люди, которых мы можем встретить какие-то... Ну, или встретим, но уже когда сами туда попадём, в этот самый дом белый. Да, да. Остальное всё просто... Я думаю, что глобально разница в том, что реально люди пытаются через вот эти вот стратегии как-то порешать, пофиксить проблему, а не заглядывая глубоко от того, что, типа, я тебя люблю. Да, я нарцисс. Прости меня. Это не про то, что этот человек такой, типа, где-то что-то на самом деле исправляет. Он такой, типа, о-о-о-о. Она опять повелась. Я нарцисс. Она опять повелась. Я такой классный. Смотри, я, кстати, знаю, что я нарцисс. Ну, ты, детка, мне не подходишь, потому что та получше, понимаешь? Ну, это манипуляция, блин, ну что такое? Это получается, вот именно. Это получается просто... Ты такой думаешь, блядь, он же честный. Он поддерживает и самоценность. Вот это вот. Ты начинаешь видеть сход. И как бы всё, что ты можешь ещё раз человеку сказать, что нет, ты... Ты никуда в этой жизни из этого сценария так не придёшь. Он у тебя будет преследовывать. Ну, как бы успех. Они вместе купили дом через два года. Ну, классно. Девчонка, как бы, скорее всего, продолжает путь жертвы в глубину. Придёт, когда они родят ещё и ребёнка, просто от жесточайшей депрессии. Чувак, ну, как бы, манипулирует. Итак, Ванга, Ирина, обращайтесь. Два, семь, два, три, семь, три. Ну, Дима, блин, я не помню, как бы... Психо-астролог, да. Давайте, я без Тароуми. Я разложу вам все проблемы без Тароуми. Но вам придётся сходить потом ещё к Тароуму, чтобы он вам рассказал, что мне очень хорошо. А это мы тоже дадим номер телефона. У нас её здесь тоже есть. Да, блин, ну, как бы, купили дом, и вместе... Это ещё не признак того, что они счастливы. Это признак того, что они всё ещё пытаются сложить свои травмочки. И ещё купили дом. Дополнительную травму, блядик. И будет что-то делить потом. Дополнительный, блин, психоз. Да. Ой, короче, вот, так и живём. Да, не живите просто из травм. Работайте. Работайте. Это, в принципе, один из, почему я... Когда мы разошлись, я приехала в Лос-Анджелес. Вот, подальше. Подальше в Лос-Анджелес, да. Вот он, Лос-Анджелес красивый. Не, ну, давай вот так вот, по-честному. За что мы благодарны Лос-Анджелесу? Вот мы здесь сейчас. Давай. Я благодарна... Во-первых, он меня, правда, вылечил от нарцисса. Подведя... От одного. От одного из... Кстати, в Америку я приехала из-за другого нарцисса. Короче, здесь круг замкнулся. Поэтому я сейчас одна. Полечилась. Полечилась, что ты родна теперь. Ну, Лос-Анджелес реально раскрыл мою, наверное... Раскрыл меня со всех сторон. Мою. Мою сексуальность, женственность. Вот, в общем, чтобы, знаешь, он так меня раскрыл, чтобы мне нужно было принять все свои стороны. Такие и дьявольские, и ангельские. Я раньше думала, что я такой ангел. А что сделал с тобой Лос-Анджелес? Ну, во-первых, загар. Очень люблю, когда на мне загар всегда. И это самое главное. Он освободил меня от отношений. А, да, ты тюню. От фортуния, ладно. Не, 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 хорошие отношения. Хорошие. Все там, привет. Да кто тебя смотреть будет? Да знаю. Они тебя заблокировали все. Да, недоработал. И меня заблокировали. Что? Да, блин. Вообще, Лос-Анджелес дал мне... Про пизды. Про пиздон, да. Хорошего, да. Чтобы прийти в себя и наслаждаться жизнью. С нацистами, без... Здесь сейчас. Здесь сейчас. Завтра, послезавтра. Солнце. Ну, ты видишь себя здесь на всю жизнь? Видишь, что ты хочешь остаться в Лос-Анджелесе? Я вижу себя человеком неограничивающим ни географией, ни невозможностью. Супер. Все, поэтому закрываем лавочку. Пойдем. Пойдем, Брун. Продолжение следует...